Всем привет! В этом видео мы разберем пример работы с обширной клиентской базой, когда неплохо бы по ней пробежаться, чтобы чего-нибудь им допродать. Как быстро найти клиентов, которым потенциально мы можем допродать что-нибудь еще. Для этого мы даем вам инструменты для эффективной сегментации клиентской базы. Давайте представим, что у нас типография. Не будем заострять внимание на обычной сегментации по полям в карточках сделок или контактов. Этот функционал у нас и так прекрасно работает. Давайте возьмем что-нибудь поинтереснее. Чтобы вам было удобно работать с сегментацией, мы создаем множество вычисляемых сегментов. Например, таких как периодичность покупки, то есть сколько в среднем дней проходит между покупками у отдельно взятого клиента. Или давность последней покупки. Можем разбивать их на диапазоны, можем вводить дату последней покупки. И все это работает как фильтр. Давайте для начала возьмем тех, кто у нас давно не покупал. Отсортируем по давности покупки. И вот у нас сверху три товарища, которые последний раз покупали 59, 71 и 106 дней назад. На самом деле, если у вас будет намного больше таких клиентов, ничего страшного, потому что вы можете с помощью инструмента поиска задавать диапазоны по давности покупки. Например, написав, что покажи мне тех, у кого давность покупки больше 90 дней. И не важно, сколько их там будет, все они окажутся в этом списке. Давайте рассмотрим этот рио, который у нас есть сейчас. Выберем его. Посмотрим. Периодичность покупок у них 29, 36 и 32 дня. Заказов они у нас сделали довольно много. Принесли некую выручку. Можем отсортировать по ней. И то, что они у нас уже давно не покупают, это, в принципе, является проблемой. Потому что раньше это покупали и довольно неплохо. Мы можем поставить задачи на прозвон этих клиентов ответственным менеджерам прямо отсюда. Пишем здесь. Прозвонить. Узнать, почему не покупают. Какие проблемы. Срок задачи указываем, например, 3 дня. И нажав на уже известную вам кнопку, мы проставляем в CRM задачи, ответственным за эти компании. Прозвонить и узнать, почему они не покупают. То есть вы понимаете, что если этих компаний сильно больше 3, 30, 130, неважно. Вы только что проставили всем им задачи и контроль по прозвону уже осуществить очень легко будет. И по результатам, как именно прошел этот разговор. Или вот другой пример. Давайте найдем компании, которые у нас ни разу не покупали определенную продукцию. Например, визитки. Когда мы их выбрали в списке компаний, здесь внизу у нас есть две черненькие компании. Это означает, что у этих компаний нет ни одной покупки, связанной с визитками. Отлично. Мы можем выбрать их. На самом деле, опять же, неважно, сколько у вас будет этих компаний. Две, сто две. Потому что всю выборку вы можете сделать с помощью фильтра. Выбрать здесь. Выбрать исключенные. Бац. И у нас теперь видны только эти две компании, которые не покупали визитки. Мы, кстати, видим, что они наши действующие клиенты. Передительность покупки 26 дней у обоих. Давность последней покупки 19 дней, 8 дней. Мы пишем предложить визитки для следующей покупки. Срок задачи день. Кнопка. И все. Менеджеры, которые отвечают за эти компании, получили задачу. Кроме того, вы легко сможете собирать свои таблицы для сегментации с помощью конструктора. Вы можете убирать ненужные вещи. Вы можете добавлять нужные из заранее подготовленного списка показателей. Все это прекрасно работает с большими объемами данных. На сотни тысяч строк, на миллионы строк. И позволит вам быстро поставить целевые задачи по нужным сегментам. Сразу доставив эти задачи ответственным менеджерам. Данное решение устанавливается в рамках системы аналитики для отделов продаж. Чтобы получить эту систему в свои руки, оставьте заявку по контактам, указанным под этим видео. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok